Кадыров использует эту песню как экзорцисты, вот эти, изгоняющие джиннов. Что бы я ни говорил, Ша, я не оставляю, у меня есть всё-таки надежда на тебя, теплится у нас в сердцах надежда на тебя. Ты сегодня опять сидел рядом, прямо с Кадыровым, в непосредственном доступе к его телу. Поэтому... Томсо, зная коллективное сознание своего народа, можешь сказать, в каких случаях не чеченцы могут вызвать чеченку, или это неприемлемо никак. Почему это встречается у нас, такое бывает? Бывают такие моменты, когда, допустим, два близких друга, чеченец и кабардинец-чеченец, аварец-чеченец-доргинец, они близко дружат, у них родственные отношения, и, например, этот брат просит в руки дочери своего друга для своего сына. То есть он хочет женить своего сына на дочери этого своего друга чеченца. И в такой ситуации, например, этот чеченец, конечно, ему не откажет, он выдаст за него. Много есть таких примеров, когда просто приезжали, допустим, уважаемые люди из наших соседних народов просили в руки и, конечно, не отказывали. Таких, как правило, такие браки, они имеются в каждом народе, но они в меньшинстве, в большинстве своем. Но люди пытаются, конечно, выдавать за своих исключительно. Нормальные люди это делают исключительно из каких-то практических соображений. Есть, конечно, и представители различных националистических взглядов, они, конечно, будут это делать из своих убеждений. Но в целом, это, как правило, это востороняться, это не распространено. Но имеет место быть. Я сам знаю людей, которые выдали, очень достойные люди выдали, они тоже за достойных. Но это их решение, и никто не может это осуждать. Тумсо, я армянин, согласись, если бы чеченцы были бы христианами, то войны и распри между вами с русскими не было бы. Ты скажи это грузинам. Что за вопрос такой? Неужели ты, будучи армянином, не знаешь пример Грузии? Грузия это православная страна. В основном, большинство грузин, они православные христиане. Небольшое количество там есть мусульман, аджарцев, но в большинстве своем это христиане. И как с христианской Грузией поступила Россия, о которой ты говоришь? Или спроси об этом украинцев. Они тоже все православные. До недавнего времени вообще они все входили в одну, там, единую церковь. Очень близкие друг к другу народы. Посмотри, что с ними сейчас происходит. Их не спасло то, что они являются христианами. Так что нет, от империалистических идей не может спасти ни религия, ни народность, ничего. Если рядом с тобой находится такой сосед, мощное государство, и это государство имеет амбиции империи, хочет стать второй Византией, продолжением Византии, то ты от этого никуда не денешься. Ни религия, ничего тебя не спасет. В том что, почему ты достойно не отвечаешь тем, кто реально тебя разоблачает? А таким чайникам, как Чингис, ЧГТРК отвечаешь. Хотя их разоблачением и так никто здравый не поверит. Ну, ты, конечно, я думаю, сильно переувеличил, сказав, что меня реально кто-то разоблачает. Я пока еще не видел. Во-первых, нет у меня ничего того, за что меня можно было бы разоблачить. Хвала, лау. Я подозреваю, что ты имеешь в виду каких-то людей с двумя с половинами, допустим, людей, у которых два с половиной человека аудитория, и они что-то там про меня говорят, лгут, как правило. Лгут на меня, и почему я им не отвечаю? Потому что я не считаю нужным им отвечать. А почему я обращаю внимание на ЧГТРК грязный, на различных кадыровских пропагандистов или их политиков? Потому что это изначально мои враги. С врагами ведут диспуты, им отвечают, их унижают, их опровергают. С ними надо так работать. А вот те люди, о которых ты говоришь, друзьями они однозначно не являются, но и до врагов они тоже не дотягивают. Я просто в упор их не вижу. Поэтому не считаю нужным им отвечать. Как думаешь, боксер и академик отвлекается от Игры Престолов на твой эфир? Ну, в данный момент, я так понимаю, они проводят встречу там. Одна известная женщина из окружения Ахмеда Закаева, она вернулась домой, уехала к Кадырову. И они в честь этого там собрали эту группу быстрого реагирования. Это бывшие сторонники Ичкерии, которые где-то не выдержали каких-то испытаний или просто из-за своей продажности перешли на сторону врага, стали предателями. Он обычно собирает эту группу быстрого реагирования в лице Хамбиева, Дадаева, Шаатурлаев, еще каких-то, в общем, деятелей. И они рассуждают о том, что вот какая была плохая, значит, Ичкерия, и какая хорошая сегодняшняя российская, Катыровская, Чечня, какими плохими были наши герои и какими хорошими являются сегодняшние предатели. И вообще, дескать, мы же не предатели, мы же все хорошие. В общем, они всегда сидят и рассуждают. И вот сегодня очередной был повод для того, чтобы он собрал этот сабанту, и так как приехала эта женщина, и они, как обычно, в общем, всех сидели, поливали. И присутствовали там эти музыканты. Тот самый музыкант, который поет эту песню Яхья Лукенти, парни с честью переводится. И я заметил, что он постоянно на вот эти вот собрания с бывшими ичкерицами, он постоянно приводит этого музыканта, этого певца, и дает ему петь эту песню. Исключением не явилась и сегодняшняя встреча, она транслировалась в прямом эфире в Инстаграм у Катырова. И там пелась эта песня. И я сегодня понял, почему он это делает, почему всегда играет эта песня. Катыров использует эту песню, как экзорцисты, вот эти, изгоняющие джиннов, как они используют отдельную суру из Курана, чтобы выявить джина. Вот вы видели, как они работают? Приходит человек, значит, нужно проверить, одержим ли он каким-то джинном. Ему читают эту суру из Курана, и если в нем действительно есть джин, если он одержимый, то он начинает как-то там, ну, неадекватно себя вести, что-то кричать, дрожать. Вот Катыров точно так же использует эту песню для бывших сторонников Ичкерии. Когда этот тип начинает петь Яхйолу Кенти, он смотрит на реакцию человека. И если у него на лице начинается какой-то процесс, видно, что что-то у него внутри не дает ему покоя, то Катыров решает, а, в этом человеке еще, значит, есть какое-то достоинство, он еще не готов к пути Ахмата Катырова. Значит, над ним нужно еще поработать. И там начинается, видимо, электрофорез, сажание на бутылки, насилование швабрами, избиение, вот это все. И обратно, видимо, приводят опять как профилактика, как индикатор. Ставят песню, опять Катыров оценивает, смотрит на мимику, подает человек какой-то знак или нет. Если же человек, ничего на его лице не происходит, то есть он абсолютно равнодушен к этой песне, значит, все, все достоинство из него ушло, вымыто, выбито. Человек полностью готов к пути Ахмата Катырова, он действительно целиком и полностью стал предателем. И вот тогда он, видимо, может присутствовать на этих встречах и в целом считать себя кадыровским сторонником. Единственное, что бы я ни говорил, Ша, я не оставляю, у меня есть все-таки надежда на тебя. Теплится у нас в сердцах надежда на тебя. Ты сегодня опять сидел рядом, прямо с Катыровым, в непосредственном доступе к его телу. Поэтому помни, что мы все еще на тебя надеемся. Мы до этого надеялись на Майка Тайсона, когда он, помнишь, там надо было просто чуть-чуть Тайсону приложить усилия, но он подвел. Я надеюсь, что ты нас не подведешь, что в один из дней ты сделаешь то, что должен сделать. Ша. Короче, мы тебя еще не списали, имея в виду. Субтитры сделал DimaTorzok